Там будут ставить флагштоки, то есть когда команда, то есть они будут флагштоки просто ставиться, там прикручиваться и будет флаг участницы игры, они будут подниматься эти флаги. Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею с мячом будут развиваться над полем стадиона «Строитель» уже через три с небольшими месяца. Правда, сначала спортивному сооружению нужно выдержать проверку. Для этого сюда приехали представители дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира по бенде. Ее руководитель Владимир Матиенко осматривает трибуны, забор и ограждение спортивной площадки. Все приведено в порядок. В ближайшее время будет завозиться дополнительное оборудование, в том числе табло. Далее представители комиссии проходят внутрь спортивного сооружения при стадионе. Здесь работы предстоит больше, чем снаружи. Будем делать ремонт специальной раздевалки. Осмотр помещений начинается с самых главных комнат для хоккеистов. Эти раздевалки после ремонта будут оборудованы новыми душевыми. На работы из областного бюджета выделен 1 миллион 400 тысяч рублей. В ближайшее время будет определяться подрядчик. Выделены деньги и 25 ноября аукцион заканчивается. Кто победит, тот будет делать внутренние работы. Я думаю, что за месяц, месяц срока, чтобы уже к середине декабря, все внутренние работы были также закончены. В завершении осмотра помещений стадиона Владимир Матиенко дал поручение оснастить стадион интернет-связью для быстрой передачи данных о спортивных баталиях. К тому же для жителей Шелихова. Во время первого матча на арене строителя будет устроена праздничная церемония открытия. Мы пошли навстречу руководству стадиона и руководству города Шелихова и разрешили им провести мини-открытие во время первого матча чемпионата мира в городе Шелихове. Все игры на строители будут проходить в светлое время суток. Ожидается, что трибуны вместимостью 4000 человек будут заполнены. Планируется, что на строители будет проходить по две игры в день. Причем в качестве приятного сюрприза для болельщиков. Сюда будут приезжать не только команды из группы «Б», но и топовые хоккейные дружины, представляющие группу «А». Артур Харламов, Николай Крупченко. Новости сейчас.